В аккорде сегодня глава государства награждал настоящих героев, тех, кто спасал взорванный из-за преступной халатности и разгильдяйства Арыс. Некоторые поехали в разрушенный город по долгу службы, но не через силу, а по-настоящему болея за тех, кто пострадал ни за что. Другие, после известия о том, что в городе звучат взрывы, сами собрали вещи и поехали помогать людям. Спали на земле, работали на изнуряющей жаре. И ни о каких наградах никто из них, конечно же, не думал. Просто люди такие, настоящие, с открытым сердцем и чистыми помыслами. Зарина Ахмеджанова убедилась, что настоящим героям не чуждо ничто человеческое. В глазах присутствующих чувствуется волнение, даже под строгой выправкой и парадной военной формой. Не скрыть эмоции, и это вполне объяснимо. Никто из присутствующих приглашения в аккорду, а уж тем более торжественной церемонии, не ожидал. Под сводами мраморного зала собрались медики, пожарные, саперы, полицейские, воспитатели, водители, волонтеры. Они самоотверженно стояли на передовой. Среди нас находятся настоящие герои, которых в тот момент не остановила даже угроза новых взрывов. Например, присутствующий в этом зале старший сержант Нужан Бахтабай. Его бесстрашие и решительность при ликвидации последствий пожара помогли избежать новых человеческих жертв. Теперь мы знаем десятки таких историй. Каждый из ребят проявил героизм, стойкость, мужество. Подвиги простых людей, оказавшихся в эпицентре трагедии в городе Аресни, остались незамеченными. Орденом Айбен 2-й и 3-й степени, орденом Курмет, медалями Ерли Гэшин, Жаун Герли Гэшин и медалью Шапагат. Президент Касым Жомар Тукаев лично наградил 40 человек. Они проявили отвагу, решительность и выдержку в самые сложные минуты. Но когда перед тобой стоит президент, переволноваться может даже герой. 24 июня в одночасье без крыши над головой остались 45 тысяч человек. Тогда прошла самая масштабная в истории республики операция по эвакуации людей. После череды взрывов были частично повреждены или полностью разрушены 90% всех зданий в городе. На место в тот же день прибыл глава государства Касым Жомар Тукаев, сразу взял ситуацию под контроль и в первую очередь встретился с людьми. Город восстановлен. Все будет нормально. Это чрезвычайная ситуация, катастрофа. События в Оресе сплотили всю страну. Караваны гуманитарной помощи тянулись со всех регионов Казахстана. После первых сообщений о взрывах, не раздумывая в зону бедствия, отправился и тренер специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва города Сарани, Карагандинской области, Евгений Хисметов. Собрал сумку и поехал. Все же она испугалась. Говорит, ты куда? Я говорю, все, сумку собирай, я поехал. Все, она сумку собрала, я пошел. Деньги там взял у друзей и поехал. Все. Приехал и начал сначала, разносил гуманитарную помощь. Потом мне доверили работать на складе. Я работал на складе с 8 утра до 11 вечера. И с 2 до 4 ночи встречал стройматериалы. В знойную жару в Оресе Евгений работал 50 дней. На улице спал, на гипсокартоне кидал крупешку, укрывался одеялком. Все, спал. Сначала я похудел, потом меня откормили, я опять вещи не влазил. То летнее утро. С волнением вспоминает и руководитель детского сада Гаухар Валиханова. Признается, у нее просто не было морального права растеряться или испугаться. Под ее ответственностью в тот момент находились 113 детей от года до 6 лет. В тот день мы принимали быстрые решения. Взрывы раздавались, когда дети завтракали. Наш детский сад находился к военной части, ближе других социальных объектов. Мы сразу посадили 17 детей в легковую машину нашего бухгалтера. А в машину к сторожу 12. Оставшиеся 84 ребенка мы с воспитателями вели к трассе пешком. Совсем маленьких малышей, которые не могли идти, мы поднимали на руки. 18-летний Аскар Абдикалик с братом тоже не смогли остаться в стороне. Мы с братом решили вывозить детей за город. В мою машину в Газель сели два воспитателя и 80 детей. А мой брат увез еще 50 детей. Я поехал в сторону Шардары, а брат в Шимкент. Самый последний, кто покинул здание районной центральной больницы, стала Кумисай Туманова. Я решил открыть дверь и проверить, нет ли в здании больше никого. Смотрю, в палатах остались две мамы с маленькими детьми. Я стала их выводить. Когда шли по коридору, с левой стороны окна и двери были уже выбиты. И здание охватывало огонь. Коридор буквально ходил ходуном. В тот момент я не знала, останемся ли мы в живых. С самого начала этот склад должен был быть убран. За черту города как минимум. Но он остался по разным причинам. Теперь после всех этих взрывов все надо убрать оттуда. Арыс должен быть полностью очищен от всякого рода взрывных устройств. Это мы сделаем. Все, продолжайте работать. И работа велась день и ночь. 16 школ Арыса были полностью восстановлены. 1 сентября, как и положено, к учебе вернулись 12 тысяч детей. Среди них и 2,5 тысячи первоклассников. Ваш тогда приезд, он отчасти успокоил не только жителей города, но и всех нас, казахстанцев. И подарил нам надежду. И я поняла, что действительно все будет хорошо. Надо только немножко потерпеть. Мы все восстановим и все сделаем. И когда я последний раз была в Арысе, я увидела, что да, действительно, Арыс, он изменился. Как отметил Аким Туркестанской области, у Мирзакшу Киев, всем пострадавшим выплачены компенсации. По 100 тысяч тенге каждому. В сумме всего 5 миллиардов. Впрочем, это не единственная помощь, полученная жителями Арыса. Трудолюбие, энтузиазм строителей позволили восстановить город в кратчайшие сроки. Было задействовано около 10 тысяч человек. 250 компаний и 300 единиц спецтехники. В настоящее время работы завершены на 97% объектов. Трагедия в Арысе еще раз показала, что народ Казахстана силен в своем единстве. Зарина Ахмеджанова, Даурен Журхабаев. При поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня.